Уникальный адрес Нахичеванское церковное попечительство о бедных армянах решило построить на завещанные деньги гостиницу. Она бы приносила доход и уже на эти средства помогали бы всем нуждающимся. Но дело не выгорело. Столь масштабное строительство превысило отведенный бюджет и попечительство понесло убытки. И все-таки Московская стала одной из самых комфортабельных и красивых гостиниц города. Достаточно сказать, что одним из архитекторов выступил академик Александр Померанцев, который построил торговые ряды на Красной площади в Москве, а в Ростове – дом для купца Генча Глуева. Ныне это здание городской администрации. Четырехэтажная гостиница была выполнена в духе эклектики. Впрочем, присущего Померанцеву буйства порока, ренессанса и древнерусского стиля здесь уже не заметишь. Здание получилось более сдержанным. Возможно, потому, что и проектированием его, и реализацией занимался больше другой архитектор, рассказывает доцент кафедры истории архитектуры Южного федерального университета Анна Иванова-Ильичева. Большая занятость академика не дала ему возможности осуществлять авторский надзор, и поэтому руководство строительством, проработку документации рабочей – все это было поручено городскому архитектору Нахичевани-на-Дону Николаю Никитичу Дурбаху. Влияние творческой манеры Дурбаха сказалось в преобладании классических форм, в регулярной композиции фасада, в симметрии, в использовании мотива невысоких раскреповок, которые акцентированы балконом-навесом на литых чугунных стойках, выходящем на всю ширину тротуара. До революции здание использовалось не только в качестве гостиницы. Универсальность его планировки позволяла разместить на втором этаже ресторан, а на первом – магазины и офисы. Помимо прочих, здесь располагались известная на всю Россию кондитерская Филипповых и магазин швейных машин «Зингер». О последнем гласил рекламный щит на фасаде, который теперь можно увидеть на исторических фотографиях. В войну здание сильно пострадало, но было восстановлено в 60-м. В разные годы здесь останавливались Любовь Орлова, Леонид Утесов, Сергей Рахманинов и Арам Хачатурян. У писателя Михаила Шолохова здесь были персональные апартаменты под номером 25. Гостиница «Московская» работала до 2000-х годов, пока ее полностью не отдали под офисы. В 2007-м здание горело, а потом было закрыто на реставрацию. Говорят, к чемпионату мира по футболу в 2018-м гостиницу откроют вновь. Она прибавит несколько этажей и станет пятизвездочным отелем. А вот ажурный чугунный балкон, нависавший когда-то всей площадью над тротуаром, решили не восстанавливать, дабы не загромождать пешеходную зону. С вами была Наталья Тарасова.